Ребят, всем здравствуйте! Я очень рада снова видеть вас на своём канале. И, как вы могли догадаться по моей одежде, мы продолжаем рубрику эффективных стратегий обучения. И сегодня обсудим с вами, как студенту ВУ успешно сдать экзамен Einführung in die B3 Wirtschaftslehre. Поехали! Einführung in die B3 Wirtschaftslehre, сокращённо говорят Einführung in BWL, переводится, скажу так, дословно, чтобы понятно было, основой предприятия. И это один из четырёх предметов, которые необходимо сдать студенту ВУ на самой начальной фазе в ШТО. Для меня лично это был один из самых простых предметов в начале моего обучения, и поэтому давайте поговорим о том, как построен сам процесс обучения. Первое. Это предмет типа LVP, Le Reference Learning Sprüfung, что означает, что вы ходите на лекции с огромным количеством людей. Первая пара, которая проводится на карпусе, обычно она очень большая. В плане там очень много человек. И её очень часто проводят даже не в Венском университете, а в бизнес-центре Австрия. И это такой вау для всех студентов, потому что вы только приходите, только начинаете свою учёбу, и вы попадаете в бизнес-центр. Вам говорят о основах предпринимательства. Эта пара очень длинная, там стоит спикер с микрофоном, наш преподаватель. В общем, это очень классный экспириенс. Онлайн сейчас, к сожалению, это проходит через Teams, но тоже очень круто. Так вот. Затем после этой большой пары следует ещё несколько более коротких пар. Посещаемость необязательная, и из этого следует, что вам нужно самим достаточно много готовить. Как выглядит сам экзамен? Экзамен очень похож на ЕГЭ или ЗНО. Там около 20 вопросов, есть 5 вариантов ответа, от 0 до 5 правильные. Из этих 20 вопросов 12 теоретические, а 8 — это задания на решение каких-то задач. Эти задачи, они очень, я бы сказала, элементарные, но для них нужно, конечно, готовиться. Тем не менее. Каждый ответ, каждое задание весит разное количество баллов. Это зависит от сложности. То есть какие-то сложные задачи на просчёт принесут вам больше баллов, чем теоретические вопросы. А что касается времени, то у вас есть 60 минут на решение данного теста. Для успешной сдачи предмета вам необходимо набрать минимум 50% правильных ответов. Онлайн этот экзамен проводится с видеонаблюдением. Это означает, что вы должны предоставить в системе LER доступ к вашей видеокамере, чтобы вас записывать, к вашему микрофону, чтобы слышать, не шарудите ли вы, не подсказывает ли вам кто-то там, и доступ к вашему рабочему столу на компьютере. Не этому, а именно в компьютере. На экзамен можно взять калькулятор. И по идее, да, если это онлайн, то вы можете взять всегда пустой листик для заметок, только его нужно в камеру вертеть, показывать, что там нет никаких шпаргалок, я сам всё пишу. А давайте поговорим о том, как вообще сдать этот экзамен, как к нему готовиться. Самое первое. Если вы начали искать книгу для этого предмета и нигде её не можете найти, то вы не ошиблись, и её просто нет. На этот экзамен вам достаточно слайдов, которые предоставляются университетам, вашим преподавателям, и подготовка проходит полностью по слайдам. И я вам скажу, благодаря этому этот экзамен для меня лично был самым простым, потому что книги по математике, по экономике, они вот такие толстые. Слайды, их всё равно меньше. Если вы что-то не понимаете на слайдах, вы можете, конечно, дополнительно искать информацию, но лично мне было достаточно слайдов. Второе. На стадии Drive, платформа для студентов, где они могут делиться учебными материалами, можно найти всегда старые варианты экзаменов, какие-то сокращёнки, кстати, для БВЛ это отлично работает. И я советую вам читать эти сокращёнки и также прорешивать эти задания экзаменов. Экзамен не очень сложный, и очень часто на экзаменах штопа вопросы, как минимум по сложности и по темам, очень похожи. То есть, если вы решаете, например, решили там 5 или 10 вариантов старых экзаменов, вероятно, что вам попадутся почти такие же вопросы, возможно, с тем же смыслом, но немножко перефразированные, очень высоко. То есть, вы себя отлично подготовите. Также задания нужно анализировать, конечно же, смотреть, почему там правильно, почему там неправильно. Таким образом вы, скажем так, подготавливаете себя со всех фронтов. И самое последнее, советую везде, это WhatsApp-группы. Вы находите через страничку Facebook там или через знакомых ссылки на WhatsApp-группы для всех предметов штоп и вступаете в Enfilling in BVL тоже. Там вы можете со студентами учиться вместе, обсуждать какие-то задания, вместе собирать группы для обучения, вместе готовиться. Это очень круто. Плюс вы находите друзей, вы находите знакомства, которые потом, скажем так, пронесете сквозь весь свой учебный путь. Это были основные советы. Что касается времени для подготовки, сейчас поделюсь моим опытом. Когда я только поступила, это был первый экзамен, который я сдавала вместе с математикой. Я посещала пары, я их слушала, но как бы после пар, не делая никаких заданий, в памяти у меня оставалась половина максимум. И я как-то не совсем правильно рассчитала время и решила подготовиться к этому предмету за три дня до его сдачи. Я его сдала. Но я сдала на четыре. Я не скажу, что это плохо. В самом начале, многие так говорят, да, лишь бы получить оценку и идти дальше. У меня была тоже такая стратегия, потому что мне всё было сложно, всё было непонятно. И я уже хотела как-то двигаться дальше, не хотела вот зависать на этом штопе. Но мой совет, хотя бы за две недели, если вы начнёте готовиться к этому экзамену за две недели, я думаю, что вы его сдадите. Вот честно. И сдадите на хорошую оценку. Именно интенсивно готовятся. Но не готовьтесь за три дня. Да, вы сдадите, но у вас будет четвёрка. Но потом эта четвёрка может сыграть роль, потому что на некоторой специализации, а об этом я уже говорила именно про штоп, в видео про штоп, на некоторой специализации вам важно показывать оценки по предметам штопа. И на некоторые смотрят на BVL. Когда у вас четвёрка, то это не очень хороший показатель, и вы не всегда можете пройти на нужную специализацию. Иногда вам скажут, извините, но есть кандидаты с более лучшими оценками. Вот. Это из всех советов. В других видео мы уже обсудили с вами, как сдавать экономику, математику и право. Поэтому, пожалуйста, если вам интересно, если это видео вообще кому-то полезным будет ещё из вашего окружения, делитесь с ними. И я буду очень рада обсудить с вами в комментариях ваши стратегии обучения. И до новых встреч. Желаю вам успехов в обучении. Желаю вам успехов в обучении.